Бывшие бойцы украинской армии продолжают приходить в военно-гражданскую администрацию. Срочники Иван и Алексей долго сомневались, но решили жить мирно и работать на Россию. 19-летнему Ивану прийти за помощью к русским военным предложила мать, которая дожидается его в Полтавской области. Мама говорит, что сказала, что лучше пойди сдайся и все, и так будет намного лучше. А ты не боишься, что у них могут быть проблемы из-за того, что ты сдался? Говорит, ничего страшного, главное, чтобы ты его уже и все. Чтобы приезжирить, здоровье было и все. Молодой разведчик рассказывает, его часть в 150 человек дислоцировалась в Скадовском районе, пока их колонна не попала под огонь. Когда нас вывозили в первый день, то нашу колонну обнаружили, российские военные, и уничтожили. И мы убежали в лес. Сколько человек осталось? Где-то до 60. А где именно? Попали под обстрел, попали где? Малые компании. Военный с коллегой несколько месяцев прятались в частных домах в разных населенных пунктах. Но больше сидеть на шее у людей совесть не позволяет. Принял решение, заработает себе на жизнь сам на Херсонщине. А это Алексей, срочник из столицы. Встал на учет, рассказал о себе. Возвращаться в Киев не планируют. В Киеве, это же в основном процесс. Было очень много разных направлений, например, как национальный корпус. Они занимались введением того, что Украина пропадает. Поэтому я и в принципе решил сюда прийти, чтобы оставить вот эту вот всю, весь гнет, остаться здесь, жить нормальной жизнью. Алексею понравился Херсон. Он мечтает здесь пойти учиться на психолога, а для души путешествовать по России. Откуда узнал, что можно прийти и сдаться в военную кандидатуру? Ну, люди рассказывали, по телевидению было. Рассказывали, что вот мы пришли, что мы не хотим больше воевать, что нам это не надо. Да и в принципе сам пришел вот с этим посылом, что хочу остаться здесь, жить, получить гражданство. В Херсоне остаться? Да, в Херсоне. Да и в будущем по России тоже путешествовать. У вас есть такое прекрасное, как Дальняк. Всегда хотел побывать в поезде долгое время. В будущем планеты гражданства получаем? Да, конечно. Хочу получить гражданство, жить в мире, помогать Российской Федерации.